Друзья, приветствую всех, мы продолжаем разбирать турнир UFC on ESPN 21, я лишь напомню, что состоится турнир 21 марта в ночь, суббота на воскресенье, здесь у нас все по классике, в сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который носит статус со-главного события, бой пройдет в легкой весовой категории, Грегор Гелеспи встретится против Брэда Риддла. В общем, как всегда, мы поговорим о бойцах, естественно, пробежимся по их бойцовским карьерам, ну и, конечно же, в конце этого выпуска подыщем вариант доставки, да, кстати, что касается ставок, ребята, ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском, обязательно туда переходите, потому что в своем телеграм-канале я публикую скриншоты всех своих ставок в бесплатном доступе, и чтобы вперед их не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылочке в описании, ну а мы начинаем разбор, погнали! За плечами Гелеспи есть сумасшедший борцовский бэкграунд, начал, естественно, еще со школьной скамьи, активно выступал на соревнованиях по вольной борьбе, также, проходя обучение в университете, продолжил заниматься этим видом спорта и показывал сумасшедшие результаты. Но, как заявил он в интервью о том, что есть такой борец как Барроуз, да, которого он считает, и до сих пор считал, и считает, да, одним из сильнейших борцов, действительно сказал, признался тогда Гелеспи, что, мол, есть такой спортсмен, и мне его вряд ли победить, поэтому я решил попробовать себя как боец смешанного стиля. Ну вот такая вот небольшая интересная жизненная история. В общем-то, как боец смешанного стиля дебютировал в 2014 году в организацию Ring of Combat, там смог добраться до чемпионского пояса, забрал этот пояс, был непобежденным бойцом, да, в статусе непобежденного бойца, и уже заинтересовал мировой промоушен UFC. Конечно же, они его подписали, подписали именно в 2016 году, получил долгожданный контракт с сильнейшим промоушеном, и начал свой поход именно там. В общем, вышел на прекрасную победу в серию, по-моему, из шести боев подряд, побеждал действительно, ну, нельзя назвать, что там какие-то максимально топовые соперники были. Вин Спинчел, например, да, бразилец, который является черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, тогда Гелеспи делал с ним все, что хотел, борол его как только никак, после чего также победил техническим нокаутом Янси Мидереса, после чего то самое обидное поражение от Кевина Ли. Да, многие тогда уже начали уповать, да, говорить о том, что Гелеспи это действительно боец серьезного уровня, да, он становится более сбалансированным бойцом, и, возможно, это будущий претендент на чемпионский пояс, но, как мы все прекрасно знаем, Кевин Ли смог остановить тот самый натиск, а именно попал жестким хайкиком и потряс и отправил в сумасшедший какой-то взлющий нокаут Гелеспи. В общем-то, сейчас у него простое около чуть больше года, да, действительно, этот фактор может сыграть какую-то роль, но в любом случае Гелеспи является бойцом именно по духу, да, бойцом духовитым максимально, я думаю, что прекрасно должен быть он сейчас настроен. В общем, что касается у бойцовских кача, здесь тут подчеркнуть, что, как я уже и говорил, его база это вольная борьба, прекрасно он чувствуется в этом аспекте, потрясающие показатели у него по тейкдауну, у самого хорошая защита от тейкдаунов, плюс его борьба, она максимально энергозатратная, да, он старается максимально забрать все силы своих соперников, смена позиций, то есть это не просто переводы, тупая отлежка. Что касается его стойки, то Академия Кикбоксинг, где он тренируется, действительно, он там потянул ударную технику, изначально он был тупо однобоким борцом, сейчас его можно полностью назвать сбалансированным в стойке, он чувствует себя комфортно, может работать как с рук, так и с ног, но, конечно, в основном предпочитает работать именно по своей базе, именно в борьбе. Что касается его кардио, то мы все прекрасно знаем, что проблем в этом аспекте у него нет, он задирает максимально высокий темп, начиная с первого раунда и заканчивая таким же темпом в третьем раунде, то есть проблем с бензобаком никаких нет. Как профессиональный спортсмен, Брэд Риддл дебюзировал в 2013 году в качестве профессионального спортсмена именно ММА, до этого он выступал чисто по кикбоксингу, там показывал довольно-таки серьезные результаты, да, кстати, в 2013 году он дебютировал, после чего взял небольшой перерыв для того, чтобы продолжить профессиональную карьеру именно как бойца по кикбоксингу, да, но понял в какой-то момент, что, возможно, это не приносит денег и решил уже продолжить свой профессиональный путь именно как боец смешанного стиля. В общем-то, действительно стал чемпионом австралийского оригинального промоушена и уже в качестве чемпиона дебютировал в UFC в 2019 году. За это время провел три поединка, все три боя выиграл, бился с нашим Магомедом Мустафаевым, там раздельным решением судей смог одержать победу. Много вопросов было, тогда фанатский лагерь как всегда, в принципе, разделился, многие тогда топили за Мустафаева, да и лично я думал, что он сможет навязать борьбу, но не получилось у Мустафаева выполнить тот геймплан, который он хотел, да и, возможно, в карде он немножко подсел, ну, побольше, по крайней мере, да, чем Риддл, и, в принципе, где-то, по-моему, во втором раунде уже попытки, те самые попытки перевести Риддла в партер, они, скажем так, не получались. Что касается его граньего поединка, Алик Десильва, это боец, бразильский боец, да, действительно очень крепкий, и вот здесь мы остановимся на этом поединке. В общем-то, Риддл первый раунд там практически в частую проиграл, 10-9 как минимум, бразилец Риддла борол, то есть постоянно переводил его в партер, да, там занимал доминирующие позиции, борол, в принципе, сойки чувствовался, тоже неплохо бразилец, естественно, но, как мне показалось, бензобак у него опустошился уже где-то в середине второго раунда, и Риддл понял, что нужно перехватывать инициативу, соответственно, да, начал максимально работать по всем трем этажам, то есть ноги, корпус, голова, естественно, как мы все прекрасно понимаем, работа по корпусу, тому бойцу, да, который и так уже устал, силы отнимает еще больше, как минимум, там, два, а то может быть даже и в три раза. Что касается конкретно этого поединка, то, да, в принципе, смог переломить ход этого боя Риддл и одержать победу единогласным решением судей. Что касается его бойцовских качеств, действует по черну, что является он действительно очень крутым ударником, он постоянно в этом, в стойке, да, он прогрессирует, набирает обороты, бьет со всех углов, со всех позиций, миксует удары как с рук, так и с ног, здесь никаких вопросов нет. Что касается его борьбы, то здесь есть определенные проблемы, не самый лучший процент защиты от тейкдауна, что, кстати, может стать ключевым в этом поединке. И также стоит обратить внимание на то, что также борцы, которые, если он встречается с борцами, которые, уровень которых, да, выше среднего, то в основном ему тяжеловато даже вставать после того, как ему провели тейкдаун, что было на примере вот его крайнего поединка против Алекса. Поэтому я думаю, что этот момент мы обязательно возьмем во внимание. Что касается его бензобака, то никаких проблем у него нету, в принципе, он очень хорошо дышит на протяжении всех трех раундов, и бензобак к концу третьего раунда у него не становится пустым. Также здесь стоит подчеркнуть, что тренируется он в Австралии вместе с Израилем Адвесани в одном клубе, естественно, да, и мы все прекрасно понимаем, что бойцы того зала имеют прекрасную как функциональную подготовку, так и ударную. Ну что ж, друзья, переходим к прогнозу на этот поединок, и букмекерские конторы нам выставили следующие коэффициенты. Гелеспи идет фаворитом за 1.45, в то время как Ридл идет в среднем за 2.8, ну, около трешки на него коэффициент. В принципе, с букмекером я не сильно согласен, потому что мы знаем, что Ридл действительно идет на хорошие победные серии, да, он, в принципе, работал уже с неплохой оппозицией. Что касается конкретных котировок, то, ну, я бы немножко их приравнял, да, ну, как минимум 1.6-1.7 на Гелеспи поставил бы. Но букмекерам, как говорится, виднее, и, в принципе, я считаю, что, да, Гелеспи, он заслуженно идет фаворитом, потому что, как я уже говорил ранее, борцовский бэкграунд у него реально сумасшедший, и практически ни один из тех, да не практически, а все бойцы, кому он навязывал свою борьбу, не могли ничего с этим поделать. Поэтому я думаю, что в этом поединке Гелеспи однозначно должен держать максимальный темп раз, ну, и, естественно, конечно же, не размениваться в стойке, потому что мы видели, чем это закончилось на примере Кевина Ли, и здесь уже нужно будет максимально стараться своего соперника именно бороть. Другой вопрос, каким вернется после годовалого, там, простоя, да, после такого сумасшедшего нокаута, Гелеспи будет ли у него та самая мотивация, чтобы одержать победу, я думаю, что, в принципе, она у него должна быть, да, для тех, кто не хочет рисковать, я бы посоветовал этот поединок, поставить еще этот поединок уже непосредственно в лайве, да, потому что там картинка поединка будет более-менее ясна, но что касается при матч-ставке, то, да, я за Гелеспи считаю, что если он сможет, а я думаю, что он сможет навязать борьбу своему сопернику, то он просто-напросто обязан лежать победу в этом поединке. В общем-то, друзья, это было мое мнение, естественно, вы можете с ним не согласиться, поэтому погнали в комментариях, давайте обсудим этот поединок именно там, я же вам напомню, чтобы вы не забывали подписываться на мой YouTube-канал, также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, всем пока, хорошего дня!